Всем привет! Сегодня мы с вами рассмотрим очень интересную и красивую партию, где белые сделали очень сильную комбинацию и в итоге победили. Давайте начнем. Мы будем смотреть за белых. Белые начали партию с ходом Е4, черные ответили Е5. Далее последовал конь Ф3, конь С6 и белый играет Д4. Шотландская партия. Далее черные забирают ЕД, конь Д4 и черные играют слон С5. Напали на коня на Д4, белый играет слон Е3, защитили. Далее черный играет Ф6, уже третья фигура нападает на коня. И в этой позиции на самом деле основным ходом считается ход С3, именно вот пешка защитить коня на Д4, ну и не пустить черного коня в дальнейшем на Б4. То есть пешка стоит на С3 и не пускает коня на Б4. Ну и также можно своего коня на Д2 поставить, ну и в дальнейшем либо на Б3 с нападением на С1, либо же на Ф3 поставить. Ну и там какие-то, допустим, коня на Ж5 можно будет или слона поставить. То есть вот такой вот длинный план ходом С3. Но в этой позиции белые сыграли иначе. Они сыграли конь Б5. Грозит конь С7 с вилкой на ладью. Из-за этого черные забирают слон Е3 и видим то, что грозит мат в Ф3 в 2. Из-за этого белые забирают ФЕ. Далее черные играет король Д8. Предотвращает конь С7. Далее белые играют конь С3. В этой позиции, если черные сыграют, допустим, А6, чтобы напасть на коня, то мы просто играем конь С7. Приходится забирать, потому что иначе просто полетит ладья. Тогда мы играем конь Д5 в шаг, делаем вилку на Ферзя. После того, как король уходит, забираем Ферзя. Из-за этого черные не играют А6, они играют конь же Е7. Подкрепили коня на С6, но и не пускают с нашего белого коня на Д5 с нападением на Ферзя. Ну и в дальнейшем там грозит конь С7, потому что другой конь защит, а может быть еще ладью забрать. Из-за этого конь Е7. Хороший ход. Тут белые играют Ферзя в 3. Ну и после этого черные делают ошибку. Дело в том, что после хода Ферзя в 3 белые предлагают размен Ферзей, чтобы перейти в Эншпиль, но черные отказываются, играют Ферзи в 6. Они думают то, что после Ферзи в 3 и ЖФ, они думают то, что здесь у белых более-менее хорошая позиция, потому что Эншпиль, и у них пешки стоят хорошо, и в дальнейшем они могут продвинуть их Ферзи. А также ладья может на Ж1 запрыгнуть, забрать пешку на Ж7. Коньи стоят очень сильно, коня на Д5 может быть. Слона на Аш3, ладью там на Д1, ну и так далее. И короля передвинуть вперед. Из-за этого черные думают то, что лучше оставить этого Ферзя, чтобы белые не смогли вот этот план как бы, то есть, осуществить. Из-за этого они в этой позиции отказываются от размена Ферзей и играют в Ферзи в 6. Далее белый играет в Ферзи в 4, ну и после этого они побеждают. Грозит ход в Ферзи в 7. Черный играет в D6, ставит как будто бы такой вот барьер для белого Ферзя. Далее белый делает длинную рокировку. Ставит ладью на поле, на линию D. И рингеном смотрит на черного короля. Если в этой позиции черные, ну могли сыграть Ферзи в 5, да, то есть, это подсказывает именно компьютер. Но из-за того, что черным играл человек, он не додумался до этого хода, это просто компьютерный ход. Из-за этого тут черные допускают последнюю ошибку, они играют в Ферзи в 7, после чего они проигрывают. Ну и тут, дорогие друзья, следует очень интересная и красивая комбинация этого хода к конь С7. Если два хода забирать и уйти к королю на С8, если уйти на С8, то просто теряется ладья. Из-за этого черные забирают к королю на С7. Далее белый играет в ладья Д6 с нападением на Ферзя. Если в этой позиции, допустим, уйти Ферзем на Аш5, то мы просто играем в ладья Д5, делаем вот такой вот серьезный шаг. После того, как король уходит, просто забираем Ферзя. А если же черные забирают ладью, то мы играем конь Б5, делаем шаг. Ну и не важно, куда отходит черный король, мы просто забираем Ферзя и побеждаем. Также играет даже конь Ф7 с вилкой. Ну и можем еще, если черные ошибутся, то просто еще даже ладью забрать. Вот так вот, дорогие друзья, это была очень красивая партия. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.